здравствуйте дорогие друзья ну что ж подводим итоги нашего пятого домашнего задания он является конкурсом вы помните что победитель в этом конкурсе получит от меня электронную версию вот этой книги она называется предметная фотография это легко конечно на немецком у меня к сожалению на русском нет но в качестве сувенира с моей подписью я думаю может быть послушать послужит дополнительным стимулом так как мы с вами уже скажем так довольно таки взрослые фотографы стали прошли уже крым за полтора года то я думаю что ведение домашнего задания немножко изменится теперь я буду чуть-чуть пожестче к вам то есть я не то что буду критиковать но я буду конкретно указывать на недостатки на мой взгляд недостатки потому что я говорил что предметной фотографии как таковых канонов канонов но очень мало мы все зависим от своего заказчика он устанавливает нам канон в общем-то фотографы высокого класса скажем так там заоблачной высоты они конечно могут свое какое-то диктовать видение я думаю тоже не всегда поэтому мы сейчас с вами пройдемся по всем фотографиям обсудим их я посмотрю кто из участников явился победителем то есть у кого больше всех там набралось лайков и попрошу его прислать мне по email адрес по которому я смогу потом эту книжку свою в электронную виде послать договорились ну а теперь давайте перейдем конкретно к делу и начнем обсуждение так начнем с первой работы это андрей шульц очень хорошо сделано андрей очень хорошо также замечательно что сделал описание и сделал фотографию молодец мой голос тебе придраться вообще ни к чему все сделано на уровне второй андрей работа вторая работа тоже от андрея латинскими буквами написано фамилия боюсь ошибиться поэтому просто андрей так описание есть есть схема абсолютно на мой взгляд правильная схема единственная ракурс но ракурс зависит от заказчика поэтому тут я ничего не скажу и отражение снято на шершавом стекле если специально то никаких претензий единственная претензия это к вот застежки не прорисована застежка это грех у многих а так хорошо следующая черный жемчуг от трех вспышек олег он действительно черный то есть не фиолетовый серый да или он все-таки фиолетовый как бы тоже спасибо за то что показано как в простых условиях домашних снять это можно только оценить но с отражением не совсем получилось на мой взгляд и вот эта застежка обращайте на нее внимание пожалуйста то есть если бы мы взяли размазывающий палец и немножко поработали с этим и убрали желтизну то в принципе все было бы хорошо отличная графичная работа по неопытности стекло с подложенным бархи как следствие двойное отражение ну хорошо что сам это понял что без стекинга ну можно и без стекинга обойтись но работа оставляет очень приятное впечатление так еще раз работа евгения у меня такое ощущение что здесь идет то есть баланс белого немножко нарушенный поэтому желтит все и двойные отражения оставлены не совсем хорошо евгений так работа юрия решил таким образом ну что ж первый блин он не всегда кумом в этом случае довольно таки неплохо советует хеликон фокус использовать вместо стекинга да если у вас есть хеликон фокус я и в тоже пользовался им на пробной стадии он довольно таки хорош но стоит денег если удается просто так скачать почему бы не использовать кстати юрий в черный фон неровные если скорее всего у вас подкорректируете свой монитор на моем мониторе видно следы обработки и фон пятнистые на это надо обращать внимание ребята очень красивая графичная работа шамиль молодец но единственное что мне мешает это вот эти края я подозреваю это light куб или самодельное что-то поэтому я использую шарик чтобы избежать а так красиво хорошо мне нравится надо было все таки немножечко поработать с этим сбиться ну к этому мы придем следующем занятии и если уже обрабатываем фотошопе то вот эти двойные их не сбежать принципе если вы освещаете то естественно второй источник света то вернее этот же источник света отражается на второй полусфере поэтому просто убирать фотошопе не стесняйтесь использовать фотошоп он для этого и предназначен так здесь тоже шамиль сделал ту же самую подложку в принципе хороший декоративный эффект мне нравится единственное что шамиль застежку кладут обычно сзади спереди очень редко бывает застежка но если заказчик будет это дело прощать то ради бога но они часто обращают внимание на это им нужно показать какая застежка поэтому и часто на застежке стоит провод допустим серебра и так далее это тоже очень важно обратите на это внимание так олег та же самая проблемка с застежкой она показана освещена это хорошо но не обработана то есть в продукт чуть не сказал продукт фотографии предметной фотографии это очень важно все все важно все мелкие детали все важно вот здесь более-менее уже прорисованы отражение но с естественным освещением от окна довольно таки трудно это все снимать и свет меняется каждые 15 минут и не совсем не всегда удается правильно осветить так вот уже олег олег использовал экран телевизора естественный свет от окна это хорошо экран телевизора я первый его использовал он показал свою пригодность и сделано чисто аккуратно на этот кадр был затрачен две минуты вместе с обработкой ну что ж ну что ж считаю хорошо за две минуты такое сделать это надо отдать должное хотя в нашем деле спешка это тоже не всегда здорово но в этом случае можно сказать что справился единственное я вижу затемнение вот в этом части вот это и есть спешка в обработке то есть быстро мазюкал кисточкой и вот не заметил как затемнил левый край вот этот поэтому лучше три минуты но очень чисто все так валерий отлично показал схему подложка с листа полированного металла правильно от старого глинцевателя замечательно моя мечта когда найти старый глинцеватель не могу найти ну и фотошоп куда же без него ну правильно не надо без него хорошо сделано хорошо сделано особенно ребята очень трудно вот снимать вот эти черные черные бусинки и не всегда удается сделать такие хорошие блики поэтому в этом случае правильно фотошоп вам в руку ну ка посмотрим да абсолютно все верно сделано абсолютно я считаю очень хорошая схема использовано использовано минимум но по максимуму хорошо хорошо валерий мне понравилось тоже вот эта вещь разъединение не знаю обычно все таки я редко видел разъединенные колье обычно их все таки соединяет но как я уже сказал это дело вкуса в общем то заказчика мы стремимся к тому чтобы наш заказчик был доволен и если он этим доволен то ради бога я бы подсветил еще застежку темновато на мой взгляд так здесь очень интересный градиент хорошо мне тоже нравится ух какая яркая красивая работа Леонид пишет что жемчуга не оказалось под рукой ну почему обязательно жемчуг так факт то что колье снято красиво пишет что и применил схему съемки как показано в уроке ну хорошо описал и отражатели сделали бусы светящимися да это правда но вот этот момент вот этот момент тут надо было Леонид немножечко обратить внимание как я говорил уже мелочей в нашем деле нет здесь явно пересвет то есть убита вот эта вот бусина убита но это единственное замечание в основном все красиво так это очень тяжелый материал черный пластиковые бусины цвета металлик соорудить простенький браслетик Петр честь хвала за то что если нет под рукой подходящего вот вам пример ребята как можно выкручиваться пластиковые бусины естественно они это не вина Петра что они вот так выглядят отражение на них вернее материал на них не очень красиво лежит а так как мы снимаем почти как микроскопом то естественно все это будет здесь поэтому я думаю что на это не следует обращать внимание видно что хорошо человек старался показал как в лайтбоксе это можно снимать отлично отлично единственное что я бы притушил отражение я бы притушил отражение Петр дело в том что нельзя чтобы отражение отвлекали от предмета попробуйте снизить контрастность вот это притушить здесь и здесь и тогда у вас ваш ваша ожерелье выйдет навстречу нам зрителям так здесь роман неужели это кто-то носит 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 это жемчуг речной причем вот это вот показывается что неровности что это не какая-то подделка так Евгений снимал снимал на бархате естественно если снимал на бархате то отражение ты никогда не добьешься это ясно поэтому у тебя съелись детали металлические немножко и я не знаю цвета но мне кажется в желтизну ушло что-то тут с цветом немножечко не так обратим внимание на баланс белого так тут очень красивый эффект очень красивый эффект по-моему у колосковой я видел что-то подобное так в качестве подложки будете смеяться используя металлическую крышку от коробки печенья да кто же будет с него смеяться роман мы сами от ведерка используем от мусорного крышки так снуд с гелем светил через белый пластик все правильно правильное освещение правильное вы называете это снудом я говорил сноут да снуд так единственное что роман тут такая опасность для красоты конечно это дело пойдет но так как я вот сейчас представляю себе заказчик он скажет ты знаешь роман все хорошо снял почти все хорошо я скажу сейчас ошибку но у меня жемчуг то не розовый и вот тут как раз и заключается зарытый это самая собачка потому что нам нужно не только красиво показать но надо показать естественный цвет и посмотри на застежку она у тебя черная а ведь она скорее всего не черная она серебристая или что поэтому старайся сделать так чтобы застежку не только было видно но она имела естественный цвет или серебра или золото я не знаю что но она утонула вот это это эти вещи важны несмотря на то что это мелочь так алексей как свет как уроки три вспышки хорошо то отражение нарисовал фотошопе по-другому просто ужас как бороться с двойным отражением просто не знаю опа дело в том что мне уже попеняли что я не сделал не сделал урок по тому как я боролся с двойными отражениями наверное придется сделать но тем не менее алексей если была такая заморочка то конечно проще тогда уже сделать вот такой выглядит приятность хорошо в принципе я тоже того же мнения что не важно чем важно как и пожалуйста разворачивай в следующий раз замок к нам лицом мы должны видеть какая здесь застежка это должен видеть покупатель обращай на это внимание окей идем дальше а так молодец ух ты целый натюрморт вот тут алексей тебе респект потому что очень трудно снимать все сразу ну конечно я скажу сразу навороченным много очень много тут как бы можно было немножко по-другому расположить но то что удалось различные предметы осветить я вот вижу якорек лежит тоже хорошо освещенный и то что сделано опять же на фотошопе сделаны отражения и в принципе в общем то если небольшой не сумбур учитывать да в композицию то в общем то довольно таки неплохо вот это мне очень нравится Дмитрий 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 сделал так посмотрим ну единственное что Дмитрий вот эти черные да вот эти черные у вас light куб открытый поэтому все что видит жемчужина напротив себя все оно здесь и или тут я сейчас еще раз посмотрю или я не вижу просто light куба или он открытый или вы не освещали верхнюю так lightbox вспышка сзади через стенку вспышка спереди светит переднюю стенку в этом может быть проблемка Дмитрий что верхнее был освещен или это вход скажем так ошибка как у многих значит вот эта часть выглядит неопрятно с этим надо работать если не удается осветить значит надо работать в фотошопе и разворачивать к нам обязательно разворачивать застежечку да вот этот допустим камушек он получился хорошо просто размножьте его вот сюда и суза с учетом перспективы трансформировать и тогда заиграет ваша вот эта вот подвесочка а так они довольно таки невнятны но раз первое получилось ну почему ее не взять и не размножить у меня где-то есть такой урок посмотрите если не знаете да так Ольга Самойлова ну вот я вижу сразу женскую руку ну до того красиво до того аккуратно они все это делают ну такие молодцы женщины вот люблю я женщины так детский браслетик из стеклояруса угу то есть синий бархт на заднем фоне собрал что было никакого оборудования у меня нет но очень хотелось это это похвально это очень похвально сделано хорошо учитывая что нет оборудования могу закрыть глаза на то что у нас вместо круглых квадратненькие здесь это иногда приводит к по-немецки тойшинг к обману к обману для зрителей что может показаться что здесь какие-то квадратики поэтому все-таки лучше круглое сделать круглое сделать ну каким-нибудь образом изменить это это ушел камушек ушел камушек ладно это простительно на заднем но если мы показываем вот здесь битс да это битс с цирконием скажем так цирконии в принципе можно снимать красивее поэтому если не удалось сразу то лучше снять отдельно камушки эти да и поставить сюда и таким образом сразу работа приобретет профессиональный вид окей так речной жемчуг розовый и белый ага Максим здесь черный барс вспышка на камеры направлена так хорошо так снималась через лист пенопласта отверстие под объектив правильно правильно все сделано правильно хорошо о застежках я уже говорил не упускайте их не упускайте а так аккуратно сделано графично мне нравится вот какая яркая красивая работа вот это очень сложный очень сложный Юра знает уже элемент снять сердечко не так просто как кажется посмотрим фото сетап так вот как это все было сделано ага хорошо это так не зеркало ли это я не вижу описание ну-ка пластина старого глинцевателя а ну да это мечта моя вы видите ребята как четко дает глинцевателя у него очень хорошая поверхность но Юра я бы все-таки тушил вот это то есть получается такое ощущение что два сразу очень хорошо сделано мне очень нравится особенно большая похвала за сердечко и за переднюю часть я знаю насколько это трудно фотографировать и даже обрабатывать очень трудно тем кто думает что в фотошопе это легко нет это со всеми легко поэтому Юра просто притянить вот эти вот вещи притянить их да то есть я бы сделал как я бы взял новый слой на новом слое сделал бы темным вот всю картинку и сделав маску потом с помощью кисти вывел бы вот эти части а это бы у нас так и ушло в темноту и было бы ну очень хорошо очень замечательно мне нравится декоративное какое колье Сергей так к сожалению не вижу описание поэтому сложно судить но сделано графично хорошо грамотно ничего не к чему придраться даже застежку мы видим хорошо так Константин это у нас что так иначе на бусин целая ряб отражений некрасиво правильно совершенно верно вот правильно описание все хорошо сделано в виде сердечка даже положено так это хорошо хорошо тут никаких претензий сделано красиво так Роман отличная работа Роман хорошее описание к съемкам приобретет самое простое колье из пластики серого цвета да мы же говорим что это в общем то все равно если вы умеете ребята снять колье из пластика то настоящее колье для вас не будет проблемой поверьте мне так угол угол хороший мне тоже угол нравится и вообще я говорю что если бы не застежка вот это у всех болезнь ребята это у всех болезнь то тут выше всех похвал молодец Роман так Наталья вот видите почему я говорю женская рука она всегда рука то есть взялась завязала узелок бусы обычные белые да но снято необычно снято очень красиво хорошо Наталья не совсем поняла как фотошоп исправлять двойные отражения в общем вот такие получились бусики да хорошие получились Наталья бусики давайте посмотрим вашу схемку угу то есть все правильно вот сделан тубус самодельный молодец и вот это очень важно что впереди стоит отражатель то есть не только слева справа но и спереди это часто тоже использую чтобы придать больше света направить хорошо Наталья молодец мне понравилось необычно и очень графично красиво снято так Сергей это не самый лестный скажем так комментарий для тебя потому что я с самого начала говорил что предмет на фотографии она любит терпеливых она не любит на скорую руку и корявого обработки это сразу видно почему это видно потому что я понимаю что оставалось скорее всего мало времени и хотелось поучаствовать но все таки это большой минус когда на скорую руку что-то снимается то есть это не может быть вам плюсом так посмотрим вот это очень интересно то есть сделан самодельный лайтбокс я видел такие покупные вот но интересно такого я еще не видел в общем-то тут можно только сказать молодец хорошо постарался сделал красивую вещь интересную вот отсюда видно что идет объектив и снимается на акриле так ну наверное Сергей сам видишь что резкости у нас как бы нет почему-то хотя наверное стекинг был а да стек 6 кадров но почему-то резкости все-таки нет так работа хорошая работа хорошая цвет приятный немножко все-таки наверное повлиял на цвет жемчуга что в принципе заказчики не любят но тем не менее в принципе я говорю работа приятная но Сергей вот это место его можно было если можно было его можно было подвинуть бывает нити так натянуты что невозможно как не стараешься да но вот тут я думаю что я вижу просветы поэтому можно было чуть-чуть подправить то есть наскорую руку не надо делать я точно говорю Сергей так ну и вот мы вернулись к моей фотографии это значит мы прошли все ну что ж подведем итоги во-первых ребята меня очень порадовали порадовали тем количеством работ порадовали качеством работ и порадовали особо тем что вы поделились с остальными своими наработками это как раз основная цель в общем то нашего курса я надеюсь что во время обсуждения я не стал Эдуардом Суровым то есть не перегнул палку и не стал вас слишком практиковать но с другой стороны мы уже на той стадии когда мы можем спокойно к этому относиться я считаю и я показывал вам в этих работах ваших что на мой взгляд подчеркиваю на мой взгляд что-то не так да и опять же я говорил что что мне нравится для меня выяснились некоторые уже фавориты среди вас но так как не я решаю а решаем мы все поэтому я дам вам теперь две недели на то чтобы вы могли еще раз просмотреть все работы поставить кто не поставил лайки потому что те люди которые поставили те наши коллеги фотографы поставили в самую последнюю очередь естественно не все успели их просмотреть поэтому я думаю двух недельный срок во время которого вы будете выполнять задания по вот этим вот запонкам заодно посмотрите и ставьте лайки если Павел не придумает какую-то отдельную систему голосования я думаю это наверное не нужно потому что уже видно что кто набирает наиболее большое количество лайков и отдельное что-то делать я думаю наверное даже и не надо этого будет достаточно и в начале обсуждения домашнего задания по этим запонкам я как раз уже увижу кто стал фаворитом вашим объявлю его и поеду на почту отправлю свою книжку в адрес победителя окей ну а на этом фирма Петерсон и я Эдвард Петер попрощаемся с вами до следующего задания всего вам добра пока в третьем на самом деле это все на самом деле не как от и все на этом все в